решим следующую задачу у нас есть допустим три элемента и объект обозначивать буквами b и c на английском abc вот и такое множество из трех элементов сколько различных подмножеств из этого множества можно составить давайте переберем все элементы можно взять пустое множество она является подмножеством данного множества можно взять множество в котором только один элемент можно взять множество в котором только один элемент можно взять множество только в котором только один элемент c можно взять множество в котором элемент a и элемент b множество в котором элемент a и элемент c множество в котором элемент b и элемент c и наконец само множество abc друзья мои это полный список всех подмножеств данного множества кто-то спросил а где же подмножество пики вот она на множестве нет порядка в элементах множество нет порядка и b8 одно и то же множество сколько подмножеств мы получили 8 2 в 3 сюда вы можете предположить общую форму сколько существует подмножеств у множества с n элемент 2 в степени доказать это можно несколькими способами давайте докажем для трех элементов что получаем 8 об это есть доказать докажем это более математически смотрите нас интересует сколько подмножества это множество из трех элементов от множества и множество из трех элементов могут быть или размером 0 и размером 1 это я пишу размер подмножества вот они размер или подмножество размером 2 вот они или подмножество размером вот согласны у множества из трех элементов есть подмножество размером 0 или 1 или 2 или 3 все видео слова или что она нам возможно что намекает, что пришло время достать из чехла правило сложения. Сколько есть подножеств размером 0? Только одно, пустое. Запишем это 0 из 3. Из 3 элементов мы выбираем 0, не выбираем ничего. Это и будет подножество размера 0. Сколько есть подножеств размером 1? Из 3 элементов нам нужно выбрать 1. Порядок не важен, во множестве нет порядка. Сколько есть подножеств размера 2? Нам надо из 3 элементов выбрать 2, и порядок не важен. Получаем 2 из 3. И сколько есть подножеств размером 3? Нам надо из 3 элементов выбрать 3. Опять же, порядок не важен. 3 из 3. Это и будет правильный ответ, который дает нам число 8 или 2 в третьей. Обратите внимание, здесь записано интересное свойство биномиальных коэффициентов. Если мы зафиксируем верхний индекс и просуммируем биномиальные коэффициенты от 0 до верхнего индекса, 0 из 3, 1 из 3, 2 из 3, 3 из 3, мы получим 2 в третьей. Можно записать это утверждение как теорему и доказать ее. 0 из кей плюс 1 из кей плюс так-так-так-так-так-кей из кей. Возможно, это равняется 2 в степени кей. Кей – целое неотрицательное число. Действительно, это теоремия. Давайте докажем. Доказать ее можно, опять же, разными способами. Я предпочту такой способ. 2 в степени кей. Согласитесь ли вы со мной, что это не что иное, как 1 плюс 1 в степени кей? Ну, как говорят математики, очевидно. Но теперь мы можем раскрыть эти скобки, используя биномиальные коэффициенты, используя их свойства. Мы об этом недавно говорили. Давайте раскроем. Мы получим 0 из кей умножить на первое слагаемое в степени кей умножить на второе слагаемое в степени кей. Это всего лишь первый объект. Плюс 1 из кей. Тут не видно. Плюс 1 из кей. Берем первое слагаемое в степени кей минус 1. Второе слагаемое в степени кей. Вторую единичку. И так далее. Мы продолжаем до кей с кей. 1 в степени 0 на 1 в степени кей. Все единички в каких-то степенях дадут нам единичку. Их можно стереть. И мы получаем доказательство теоремы. 2 в степени кей равняется 0 из кей плюс 1 из кей плюс 2 из кей плюс 3 из кей плюс 4 из кей плюс так-так-так-так от кей в степени кей. Теорема доказана. Количество умножства размером кей равняется 2 в степени кей. Доказать это можно другим способом. Второй способ. Вот наши кей элементы. 1, 2, 2 кей. И мы хотим построить всевозможные подмножества и домножества. Что значит построить подмножество? Это значит для каждого элемента надо решить. Мы включим его, добавим его в подмножество или не добавим. То есть у каждого элемента есть два выбора. Или мы его добавляем, или не добавляем в подмножество. Или добавляем, или не добавляем. Таким образом, если мы сделаем кей шагов. И на каждом шаге для соответствующего элемента решим, добавим его в множество или нет. Мы сможем сконструировать все множество за кей шагов. На каждом шаге у нас есть два варианта. Добавить элемент или не добавить. 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2. Кей раз. 2 в степени кей согласно правилу умножения. Продолжение следует...